Русская Америка. Название, объединившее пять поселков Ленобласти в начале прошлого века, было известно далеко за пределами этого региона. На торфоразработки сюда ехали не только со всей страны, но и за границей. Теперь же место, находящееся всего в 80 километрах от Петербурга, пополнило список умирающих поселков и городов. Шесть лет назад мы уже рассказывали о том, как живут люди без какой-либо связи с внешним миром. Тогда их было 13, сейчас единицы. Об этом убедился Александр Другялис. Разделили. Вот кусочек, вот кусочек. Это каждая своя грядочка. Но это мама, наверное, больше расходила. Собственный огород – все, что осталось от прошлой жизни. Социальный дом в Назии как лагерь для беженцев. Средний возраст его обитателей немного за 80. Их переселили сюда из окрестных поселков, когда там отключили свет. Отопления и канализации не было никогда. Нужда заставляла ехать. Нужда заставила? Конечно. А что здесь было такого, чего у вас не было? Ну так а там в колхозе чего? В колхозе нет ничего абсолютно уже. Одеваться не обуваться, никого. Молодежи не было вся. Молодежь, одно старье осталось. Пришлось выезжать. 80 лет назад группа американцев приехала под Назию из-за океана добывать торф. Со временем выросли пять рабочих поселков. Каждый имеет только порядковый номер. Все вместе называются Америкой. Торфопредприятие давно банкрот. Бывшие жители Америки говорят, там и раньше было не сладко. Ленинградская кукушка ходит задом наперед. Кто на Назии побудет, 10 лет не доживете. Вот так, вот хорошей жизни. 16 километров по Ухабам это полтора часа езды на внедорожнике. Американские горки посреди русской равнины. Водитель Сергей вырос в поселке, теперь живет в Назии и не стремится обратно. Все, кто мог и хотел, давно отсюда уехали. Ирина осталась одна, ей некуда уезжать. В старом бараке можно спастись от крыс, но не от холода. Этой зимой Ирина колола дрова и сломала руку. Скорая помощь не приехала. Спасли черные лесорубы. Знаешь, сын Оль, приезжают хохлы работать. Ну, лес валят. Они хоть дорогу прочищают. Ну, вот их попросишь, чтобы продуктов там привезли. Когда с ними съездишь? Пять рабочих поселков когда-то соединяла линия узкоколейки. По ней привозили продукты в местные магазины. Рельсы давно сняли, остатки шпал не разглядеть в высокой траве. Это четвертый поселок. Все в один голос утверждают, дальше ехать бессмысленно. Там совсем ничего не осталось. Легко поверить, разруха всегда выглядит одинаково. Кажется, на этом американская история здесь заканчивается. Те, кто не уехал, рассказывают, в местных лесах хорошая охота, много грибов и ягод. Но это уже очень русская история. От прежних хозяев в бараках остались вещи, фотографии и документы. В аттестате за 8 классов три четверки. По физике, литературе и Конституции СССР. Судя по всему, корочка владельцу так и не пригодилась. Как не пригодилась сама Америка. Почва вокруг заболочена, остатки торфа выгорают круглый год. Здесь еще валит лес. Когда он закончится, это снова будет ничья земля.